Слава Богу, дома никого нету. Внешний дом на улице Белянова не отличается от всех остальных, разве что ставни забиты досками. Но внутри – декорации к постапокалиптическому фильму. Я легла спать. Не спать-то, по телевизору уснула. Я спальню, в зале просыпаюсь, как мне толкнул, что ли, кто открывает шторку. Ну, горит уже. Пытались своими силами, снег таскали. Все. Это все сухое, что ли. Выбежали из дома супруги в чем были. Елена в ночной рубашке, Александр в трико. Оба босиком. Все, во что они одеты сейчас, принесли друзья, соседи и незнакомые люди. В доме остались одежда, мебель, бытовая техника. Это кухня была, тут холодильники, там холодильники. Там кабина душевая, тут вот машинка стиральная, омывальница. Печка вот целая осталась, она вот кирпичная. В деревянном доме без Верховы прожили 7 лет. Сгорел он за несколько часов. Пожарные говорят, что причина возгорания бытовая. Виновником мог стать простой окурок. У меня две кошки, собачонка выскочила с нами. То есть животные все живы? Нет, кошки задохнулись. Они в подпол спустились, спасались и все. Если животных спасти не удалось, то вернуть родные стены еще можно. Пока Елена и Александр живут у дочери в Затоне. Весной планируют начать ремонт выгоревшего дома. Но для этого нужны стройматериалы. Также в доме пригодятся мебель, посуда, бытовая техника. Сейчас супруги остро нуждаются в помощи и строят оптимистичные планы. Вот видишь, какая высота у нас еще будет. Это все уберется. Низкие потолки были тут. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком.